Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Это Орел и Решка. Перезагрузка. И сегодня мы прилетели перезагружать такой город. На самом деле вы этот город знаете даже лучше, чем мы. 100% каждый третий из вас здесь был когда-то. А кто еще не был, тот в любом случае собирается. Привет, главный курорт. Привет, Анталия. Орел. Орешка. Ну как уже говорили. Привет, Анталия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оооо, ты видишь этот блеск этого орла. Он слепит тебе глаза. Давай мне быстро карту всевластия. Милая, мне было с тобой очень, очень, очень. Давай, давай потом поговоришь. Разговаривай лучше с твоим новым другом. Ооо, господи, как долго ждал этого момента. Вот как бы вроде и расстроиться надо. Ну а как я могу расстроиться? Маленький столько бонжевал, не доедал, не пил, не радовался. Пусть оттянется пацан. Анталия. Она уже для нас как родная. Где автобус? Все понятно. Ой, видимо, наш. Ол инклюзив. Лебеди из полотенечек. Магнитики с дельфинчиками. Нам нужны магниты для мамы, для папы. Сегодня мы узнаем, есть ли отдых в Анталии без всего этого. Не верите? Смотрите. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Тэнкью. Это же покер-матч. Здесь победитель получает все. А вот и фулл хаос от Настюшки. Другое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все понятно. Очень красиво. Ваш какой? Восьмой? Где автобус? Анталия. Ну привет, дорогая. Привет, знакомые лица. Чемоданы в пленках. И шеренги автобусов, готовые развести всех по отелям с заветным ол инклюзивом. Слава богу, сегодня я буду выше всего этого. Знаете, что это, да? Это справедливость, которая восторжествовала наконец-то. Потому что… Черт. Слышь? Блин. Олежа, она там. Да убери камеру. Ну не снимай. Это ж не Олежа. Да убери камеру, я тебе говорю. Меня же смеют. Ну как-то она может снимается здесь. А-тсссс, скотина. А может очками как-то можно подковырнуть. Слушай, а у тебя пальцы тонкие, а? А это надо. Вообще, первый раз за 4 программы «Золотая карта». И вот так вот… Подожди, Олега. Я попробую. Пока нас не было, с местной валютой, турецкой лирой, произошли изменения. Если 5 лет назад за 100 долларов давали 450 лир, то сейчас дают аж 550. То есть за те же 100 баксов ты получаешь на 100 лир больше. Хорошее начало моей бедной турецкой жизни. Мои дорогие любители сэкономить, у меня для вас две хорошие новости. Первая, здесь появился трамвайчик, а вторая, он стоит всего 1,5 доллара. Зайцам в трамвае не проедешь, нужна карта. Купить ее можно прямо на станции. Слава богу, я знаю турецкий. Спасибо турецким сериалам. Ну, мы вышли, но это все было задумано. Повторение мать учения. Акили карт. Проезд до города стоит 5 лир, но еще 5 лир придется заплатить за пластиковую карту. Итого 10 лир – это 1,80 доллар. Потом карту можно пополнять и кататься на любом общественном транспорте. Трамвайную линию провели всего два года назад. Теперь она соединяет аэропорт с центром города. На самом деле трамвай прикольный. Во-первых, здесь есть кондиционер, что важно и необходимо в жаркой стране. Во-вторых, он достаточно просторный, светлый и даже щепотка креатива чувствуется. Только посмотрите на это ложе сиденья. И поручни оооочень приятные. Прошу обратить ваше внимание, все туристы, которые приезжают и будут жить ол инклюзив, сейчас едут в автобусе в тесном большом, а Настюшка-опасность кайфует и балдеет в просторном трамвайчике. Брутан, да ты маг? Слушай, ты ничего не видел, я тоже, ладно? Как будто ничего не было. Все никак не привыкну. Анталия – это не просто курорт, это королевство отдыха. Его владение – сотни километров пляжей. Его замки – гигантские, пафосные, роскошные отели. Его подданные – 25 миллионов туристов со всего мира, которые ежегодно кладут в карман турок 35 миллиардов долларов. Все это великолепие появилось благодаря системе ол инклюзив. Если есть еще те, кто не знает, что это, поясняю. Это когда ты платишь деньги всего один раз, а тебя доставляют на самолете, привозят в отель, развлекают, поят до упада и кормят как на убой. Здесь ты живешь как король. И все равно отдыхаешь дешевле, чем на родных пляжах Черного и Азовского морей. На эту дешевую приманку клюют миллионы и миллионы туристов. За время, пока нас не было, в Анталии появилась целая грядка новых отелей. Отель «Звезда» с ресторанами, магазинами и развлекательными комплексами. Отель с ковбойским городком и личным аквапарком. Отель с собственным лесом. Отель «Сказка» с лунопарком на территории. Новые отели и шикарный ол инклюзив – это, конечно, прикольно. Но перезагрузка не может позволить себе валяться на пляже и обжираться от пуза. Поэтому наша сверхзадача – рассказать, что делать в Анталии за стенами отеля и провести время максимально активно. Из аэропорта трамвай привозит тебя прямиком в исторический центр Анталии. Анталия делится на два города – старый и новый. Туристам, которые хотят экзотики и колорита, нужно в старый город Калиичи. Оттуда я и иду. Как только проходишь через старинные ворота Адриана, попадаешь в другое измерение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь не слышно шума машин, звона трамвая. Здесь время тянется, как турецкий сериал. Вот как раз-таки в старом городе вы можете увидеть узкие улочки, древние домики, а там вон и мечеть виднеется. Слушайте, у меня Анталия всегда ассоциировалась с отелями и с морем. Я никогда в жизни не мог себе даже представить, что здесь есть старый город с мечетями, со старой архитектурой, которая очень круто и живописно выглядит. Гуляю я, значит, по городу, показываю вам руины и всякие древности, но готова поспорить, что вы привыкли видеть Анталию совсем по-другому. Как? Смотрите! Пойдем. Зая, я магнит хочу. Нам нужны магниты для мамы, для папы, для бабушки, для дедушки, для тебя, для меня, на холодильник, на диван, на шкаф. Про тещу твою говорить не будем, она не заслужила. How much? Магнит. Four euros, five euros. Five euros? Лира. А, лира. Ооо, такие милые котики. Прям как ты. Но я хочу еще одного. Так, нам нужны обязательно браслеты, конфеты, венок. Я всегда хотела венок. Зая, это брылок нашей любви. Мне кажется, твоя мама хотела именно такой. Зая, эта песня для тебя. I love you, я тебя так сильно люблю. Не идет? Нет. А эти, а эти, а эти, а эти, ну а эти, ну а эти. Я всегда знала, что ты считаешь мое лицо жирным. Ну вот, совсем другое дело. Ну что, узнали себя? Признавайтесь. Для тех, кто не хочет лежать на пляже в Анталии, даю список развлечений. Шоу «Огни Анатолии». Крутое танцевальное шоу. История и мифология в танцах. Ну, это шоу по вечерам вторника и пятницы, а значит, я не попадаю. Есть шапито. И это самая большая шоу-арена в Европе. Здесь проходят самые красочные адреналиновые шоу. Но он тоже вечером, а на вечер у меня кое-какие важные дела. Но вот вы обязательно сходите. А есть гигантский аквариум. Кстати, говорят, что он ходит в пятерку самых больших в мире. Аквариум работает каждый день с утра до вечера. Мне подходит. Спасибо. Удивительно, но именно в Анталии находится один из самых огромных океанариумов в мире. Только представьте, во всем этом 5 миллионов литров воды. Это второй по длине аквариумный тоннель в мире. Длиннее разве что в Шанхае. Здесь можно походить как будто бы по морскому дну. Акулы, скаты, мурены, гигантские осетры. Блин, да космически круто на самом деле. У тебя полное ощущение, что ты находишься под водой. Потому что и слева, и справа, и сверху у тебя вода. Слушайте, так красиво хочется Посейдону жертву принести, ей-богу. Чтобы экспозиция выглядела более захватывающей, Создатели утопили в аквариумах старенький мини-купер, Огромный корабль, И даже настоящий самолет времен Второй мировой войны. Если к стандартному билету доплатить 28 долларов, то вы получите аквариумный Ол-Инклюзив. И сможете зайти и в комнату голограмм, И даже в ледяной зал, где среди лета лежит снег и температура минус 5. Ну что ж, друзья, напоминаю, я все еще в Анталии. Холодно, зараза. Никогда не думал, что в Анталии могу сказать такое. Такая комфортная машина, очень располагает к отдыху. Отдохну-ка я в покер-руме. Покер-матч – это тренировка для мозга и удовольствия одновременно. Потому что победитель получает все. Так, посмотрим, посмотрим. Два тузана при флопе. Ух ты! А вот и новый город. Походила я полдня по городу и поняла, что в Анталии позаботились не только о себе, но и о туристах. Посмотрите, сколько здесь всяких удобностей. Первое – вот такой трехколесный сегвей. Очень удобен для тех, кто хочет посмотреть город, не сбивая ноги. Совсем другое дело, ребятки. Во-первых, ножки отдыхают, ветерочек проветривает. Вообще чудесно. И все это счастье за 4,5 доллара за час. Старый город, конечно, красивее, потому что в новом городе уже 5 минут, пока я катаюсь, справа и слева только рыночные лавки с обувью и одеждой. Бесконечные. Даст ли примечательностей? Нет. А вот вам и вторая удобность. Стеклянный лифт. Его построили 4 года назад, чтобы туристы могли красиво спускаться от старого города к морю. Стоишь, как шпрот в банке. Стекла мутные. Но зато бесплатно. Ну, хотя бы по лестнице спускаться не надо. Но, наверное, самая главная удобность для туристов – вот. Приветики. Казалось бы, обычное дерево, но нет, на нем есть кнопочка вызова такси. Такие коробочки установили для туристов, которые часто теряются на улицах Анталии. Нажал на кнопочку – и таксист тут же тебя нашел. Здесь нет никаких ни проводов, ни розеток. Просто желтая коробка. Чем еще заняться в Турции? Нажимать на кнопку? А теперь главный вопрос современности. Зачем я, не имея денег, вызвала такси? Не знаете? Вот и я не знаю. Че, реально приехал, ребята. Слушайте, ну это же кнопка на дереве. Не палимся, не палимся. Я знаю, что так делать плохо, но я случайно. Извините. В Анталию приезжают самые спокойные, самые ленивые и самые тепличные туристы. Но для тех, кто любит пощекотать себе нервишки, здесь придумали аттракцион «Банжи Катапульта». На горе Тахталы высотой две тысячи триста шестьдесят пять метров стоит гигантская рогатка. Смельчака привязывают к резиновым канатам, натягивают между двумя мачтами, а потом… выстреливают им в небо. С моей боязнью высоты это просто смерть. Но долг ведущего, ну, вы и сами знаете. Я сейчас пишу расписку, что я принимаю всю ответственность на себя. И в случае, если что-то произойдет, а это может произойти, вся ответственность будет на мне. Все, с этого момента я передаю свою жизнь в руки одного человека – Лены. Ладно, выключайте этот пафосный музон. Кого вы хотите напугать детской рогаткой? Может быть, вы забыли, как я спускался по стене 17-ти этажки в Ла-Пасе, а? Или как я съезжал с 50-ти метровой горки в Рио? Или как прыгал с парашютом в Аризоне? Вот это экстрим! А рогатка так! Детский лепет! Давайте, Лена, пристегивайте меня. Нет больше птушки, на которой боится высоты. Постарайтесь, чтобы без переворотов, потому что… Лена! Лена! Мамочки! Гребанный гимнастус! Аккуратно, Лена, аккуратно, аккуратно! Натяжение чуть поменьше, спасибо. Давайте качельку теперь, просто качельку. Лена, 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 аккуратно! Лена, хватит! Лена, хватит! Все, опускаемся, опускаемся, опускаемся. Лена, опускаемся! Знаете, друзья, у меня маму зовут Лена. И сейчас я Лена, я вас обниму как маму. Идите сюда ко мне. Идите ко мне. Заметьте, я стал первым человеком, который на этой штуковине ни разу нецензурно не выразился. Понимаете? Интеллигентс! Когда все интересные развлечения закончились, я попросил водителя отвезти меня на самый большой песчаный пляж Анталии. А вдруг там еще есть какие-то богатые развлечения? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, что я здесь делаю вообще? Ну, объясните, ну вот как все это может как-то воодушевить и экзальтировать человека, который до сих пор помнит золотой песок Канкуна, который серфил на Гавайях, который в конце концов помнит этот бирюзовый цвет Карибского моря. Ну как, ну это же Азов, ребята, ну зонтики, ну эти туристы, шлепки, пахлавы только не хватает. Я прям, я не знаю. Вот что здесь делать, а? Да куда тратить деньги? Зачем мне золотая карта? Все. Я разучился транжирить. Хоть увольняйся из Орла и Решки. Олешка, помоги мне. Я не знаю, что делать. Я в растерянности, чувак, спекся очкарик. У меня же когда-то был черный поезд по транжирству, а сейчас я даже не знаю, куда бабло потратить, куда поехать, Олег. Что происходит? Мне надо собраться, старик. Олег, я в растерянности. Давай еще раз, не сильно. Помогло, братка, помогло. Мы сейчас соберемся с тобой, да, возьмем себя в руки, тянем этот черный мерседес, возьмем свою золотую карту и как потратим, да? Далежка, да? Да, мы команда. Погнали, погнали, чувак, я знаю, что делать. Давай туда, туда, к мерсу. Спокойствие. Я знаю, куда потратить деньги. Для начала арендую личный вертолет. И не какой-нибудь, а самый дорогой вертолет в Анталии. Знакомьтесь, мой Августа Белл. Вертолет вип-класса топовой комплектации. Площадь салона целых восемь квадратных метров. Это больше, чем моя кухня в съемной квартире. Сиденья, обитые мягкой телячей кожей цвета спелой вишни. Августа Белл может преодолевать без дозаправки 1200 километров. Это я называю Old Inclusive. Ну что я могу сказать, ребята, вот это, ну, примерно Майбах в мире вертолетов. Ну что, от винта полетели? Итак, я отправляюсь на самую крутую экскурсию, которую вам только могут предложить турагентство Анталии. В Каппадокию. Каппадокия – это удивительная местность в самом сердце Турции. Там растут каменные гиганты. Там люди живут в пещерах. Там на рассвете в небо поднимаются сотни воздушных шаров. Сказочнее региона в Турции не найти. Птушкевич, хоть у меня и нет вертолета, а в рюкзаке мышь повесилась, я докажу, что этот сказочный регион можно посмотреть и со ста долларами. Находится он супер далеко. Ну, в сравнении это как из Киева поехать в Одессу. Добраться туда можно несколькими способами. Первый – общественный транспорт, но это очень долго. Плюс ко всему, места в автобусах, которые привозят в Каппадокию к рассвету, раскупают за месяц. Второй – взять машину в аренду. Это очень дорого. И третий вариант, который подходит мне больше всего – Блаблакар. Кто не знает, Блаблакар – это сервис, который находит попутчиков в любой точке мира. Заходишь на сайт, вводишь пункт назначения и дату и вуаля. Поиск нашел трех водителей, которые едут сегодня в Каппадокию и не против компании. Кажется, я нашла ребят, которые едут туда, куда мне нужно. Надеюсь, возьмут меня с собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, прощай, Анталия. Прощайте, помпезные гостишки, бассейны, аниматоры и акваэробика. Не испить ни коктейлей безлимитных и не выиграть в конкурсе мистер отель 2018. Меня ждут горы. Вертолет – офигительная штука. Полтора часа лета и ты в Каппадокии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну должен быть где-то здесь. Если я не ошибаюсь, пока я ничего не вижу. Давай пройдемся. Ну я тебе скажу, Саня-то лучше, чем автостоп. Главное, чтобы соседи были нормальные. Все-таки ехать не... Надеюсь, это не наш водитель орет. А вот и наша машинка. Слушай, класс, джипчик. Да мы с кайфом доедем. Ну что, добро пожаловать в наше маленькое путешествие. Здравствуйте. Ну все, we can go. Моими попутчиками стала супружеская пара – Даша и Эгге. В Каппадокию они едут к родственникам. Чтобы отбить бензин, решили взять еще пассажиров. Мне тоже выгодно с ними проехаться. Билет на автобус обычно стоит на треть дороже, чем цена на Блаблакаре. Вот так вместо 20 долларов я заплатила 14. Даша, а расскажите немножко про Каппадокию. Каппадокия – это такое крутое место. Там, в принципе, многие люди приезжают. Там пещеры такие классные, там огромные шары. Надеюсь, Каппадокия стоит того, чтобы провести ради нее всю ночь в дороге. Каппадокию лучше смотреть на рассвете. А пока нужно срочно искать отель. Здесь прямо район этих отелей. Дни за одним идут отели. И все явно не для экономных туристов. Подождите меня, я пойду узнаю. Привет. Я ищу свободный номер. Извините, но сейчас нет свободных номеров. У нас полный отель. Все занято. Занято. Оказалось, Каппадокия настолько популярное место, что номер в гостинице нужно бронировать за пару месяцев. Ребят, вот только не пишите в комментариях, что это постанова. Реально, все занято. Это отель? Да. Подождите меня. Привет. Я знаю, что поздно, но я ищу номер. Желательно премиум-класса. Вам повезло. Свободен лучший номер гостиницы. Пещера Султана. Я больше вопросов не имею. Пятизвездочный отель. Номер отличный, свободен. Все, осталось дать карточку. Это моя карточка. Отель называется музей-отель. И очень прикольно, что они в лобби сделали такую мини-выставку. Здесь вот какие-то турецкие наряды, старый патефон, старая шляпа какого-то там 15-16 века. Мне теперь прям не терпится попасть в свой номер. Ай хорошо. Ай хорошо. Слушайте, мне прям удалось снять не просто номер в пещере. Мне удалось снять просто офигительный номер в пещере. И это не просто природная пещера. Это пещера, вырубленная руками. Сейчас это лакшери номер. А раньше здесь жили люди. Это же реально аутентичная вообще комната. Потолки, потолки, просто посмотрите, до них руками достают. И они черные. То есть скорее всего это копоти. И значит, что здесь жили люди, которые разжигали печь, а вот она ставила такой след. Обалдеть. Всякие ковры, старая мебель. И так как это отель-музей, то вот здесь есть какая-то такая музейная история. Не, ничего необычного, просто джакузи в пещере. Ребята, это все больше напоминает мне мультик Флинстоны. Мамоньки. Тут еще у меня, оказывается, второй этаж есть. То есть минус первый. Класс, люблю сюрпризы. Опаньки. Винный погреб. В подвалах же обычно постоянная влажность и температура, поэтому вино здесь отлично сохраняется. Слушайте, ну это вообще полный фарш. Такой офигенный номер еще и с винным погребом. Ой, а чики-пи-барум, а чики-пи-барум номер вообще зашибись. Слушайте, спаленка, ватрушка. Так, мне нужно срочно сделать один звонок. Алло, Евлеева, принимай ММС-ку. Не завидуй, молча. Антоха, лови и ты ММС-ку. Мне осталось всего ничего. Каких-то пять часов и я в Каппадокии. Женщины, они, мы существа хрупкие. Нас так просто не понять. Мы же не просто так хотим романтики, ну реально. Нам действительно нужно, чтобы мужчина о нас заботился, ухаживал. Мы как цветок. Если нас не поливать, мы завянем. А кто лейка? Вы лейка? Ну конечно. Конечно. Спасибо огромное! Удачи, это было круто! Вот вам и преимущество Блаблакара. Я и к рассвету успела, и деньги сэкономила. Да. Чего? Уже началось. Шары взлетели. Ааа, я проспал. Привет, я Антон. Я буду лететь на этом шаре. Я немного опоздал. Ничего, ваш шар еще надувают. Утром в Каппадокии начинается воздушное шоу. Люди платят по 150 долларов, трамбуются в корзинке по 10 человек и пачками улетают в небо. Но я заплатил две тысячи долларов. Поэтому у меня будет свой личный воздушный шар. Вот это громадина! Это все? Купол, который еще не раскрылся, он будет еще больше. Готовы? Полетели! Все, секунду назад мы еще стояли и вот вылетим! Ребята, сейчас вы поймете, для чего я как минимум приехала в Каппадокию. Но главное успеть. Нам нужна гора. Иначе все потеряно. Успели. Каждого, кто не поленился приехать в Каппадокию до рассвета, ждет самое невероятное зрелище в его жизни. Над долиной парят десятки, сотни воздушных шаров. Просто офигеть, ребята, теперь… Ты же не видел всего этого, ты стоял на земле, но сейчас просто посмотрите. Просто через шар, посмотрите, шар вот-вот он рядом с нами. Глаза отказываются верить в эти чудеса и в голове появляются странные мысли. Кажется, что это куча мыльных пузырей, которые выдал огромный великан. Или это сотни карамелек, которые поднялись в небо. Все эти шарики, как живые, толкаются, обгоняют друг друга. В воздухе происходит веселая, сказочная чехарда. Командир, а как вы управляете шарами? Их так много, а как они не сталкиваются? У нас есть диспетчер, который связывается с каждым шаром и дает команды подняться выше или ниже. А сколько шаров сейчас в воздухе? Сейчас примерно 150 штук. Я не знаю. Ты думаешь, что чуда уже не будет. Но солнце поднимается выше, освещает долину и перед тобой открывается новое чудо. Абсолютно неземной город. Кажется, что среди этих чудных скал живут не люди, а хоббиты, которые каждое утро выходят из своих маленьких домиков и любуются небом, усыпанным воздушными шарами. Уникальность воздухоплавания в Каппадокии – это что ребята опускаются просто в город. Сейчас летим даже ниже некоторых скал. Представляете, ты такой выходишь на балкончик в халатике, в тапочках и тут тебе хлоп и шар просто в трех метрах от тебя. Доброе утро, люди Каппадокии! Доброе утро! Приветики-пистолетики! Людишки! Богатые человечки! Да, когда они летают вокруг тебя, это совершенно другая картина. Посмотрите, как низко летят! Это безумно круто! Так, ребята, скала, а мы летим на скалу. Это очень, это сейчас очень просто на скалу. Я надеюсь, они знают, что они делают. Кажется, что они еще до нее сейчас просто рукой дотянулись, посмотрите. Ну, это, 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 это высшая лига. Офигеть! Как они это сделали? Вот сейчас я понимаю, что посмотреть Каппадокию рано утром с высоты птичьего полета было очень правильным решением. Ни капельки не жалея, что уехал из Анталии. Ни капельки. В стоимость моей пещеры Султана включен завтрак Султана. Шикарное место для завтрака. Доброе утро, как дела? Доброе утро. Прекрасно. Как ваш турецкий завтрак, сэр? Познакомьтесь. Традиционный турецкий завтрак. Яичница с уджуком, пирожки с сыром поача, пять видов сыра, бастурма, черные и зеленые оливки, свежие овощи, зелень, два вида хлеба и лаваш, три вида варенья, три вида соусов. Фух. Слушайте, я никогда в жизни этот завтрак сам не осилю. Смотрите, реально на четверых. Мне нужна компания. О, придумал. Давай Донателло, лопай. Огурчики любишь, я тебя понял. Все. Он просто навалял кучу в том месте, где у меня должна была стоять тарелка. Так, Донателло, мы с тобой наделали делов. Давай так, чтобы никто не видел. Богатое дело, но не хитрое. Так, сок несут. Спасибо, спасибо. Плохой, плохой Донателло. Фрукты идут, фрукты идут. Тихо. Ваши фрукты, сэр. Так, ну ладно. Приятного аппетита. Нож подай. Я говорю, ну а, ты же Донателло. Донателло палки у меня ножи. Ладно. Приятная компания. Слушайте, шикарный завтрак. Прекрасный вид. Утро, считаю, удалось на славу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы перекусить, я зашла в первую попавшуюся забегаловку. В Турции нет ни одного дома, где бы не готовили пиде. Что это такое, сейчас увидите. Пиде – это пицца по-турецки. Готовят ее проще простого. Делают из дрожжевого теста лепешку, руками вытягивают в форме лодочки. Сверху выкладывают фарш с помидором, перцем и луком. А потом запекают в печи. Ну что, посмотрели? Теперь я буду есть. Пиде с рубленой говядиной, как у меня, называется каймалы. Сплошной турецкий манифит. Тесто тонкое, хрустящее, мясо, все супер сочное, прожаренное. Из-за кочевого образа жизни древние турки ели в основном хлеб с мясом. Вот и придумали такую простую вкусность. Так что турецкая пицца появилась на тысячи лет раньше, чем знаменитая итальянская. А главное, стоит эта вкуснятина всего 2 доллара. После сытного завтрака я мощнейше врываюсь в переключения по Каппадокии. Только уже без Донателло. Хорошая машина. Ова! Ова! У-у-у! Привет, Каппадокия! Визитная карточка Каппадокии, кроме шаров, это скалы. Они здесь похожи на хинкали. Как будто здесь грузины расстрелили большую поляну и накрыли стол. И вот эти хинкали, здесь усланы этими хинкалями вся долина. В этих скалах люди начали жить еще до нашей эры. Ихрыли хеты, ассирийцы, персы, византийцы. Позже пещеры облюбовали ранние христиане и еще больше изрывали их, превращая в храмы и кельи. Сейчас все это напоминает гигантские термитники. А вот и главный термитник – крепость Учхесар. Учхесар – не просто крепость. Это целый небоскреб в 60-ти метровой скале с пентхаусом на крыше. Крепость имела очень большое стратегическое значение. С этой точки, а это вершина крепости, видно абсолютно всю долину на 360 градусов. Если откуда-то подходят враги, 30-40 километров – ты видишь их. И за эту точку боролись многие. А это… это жилище, собственно говоря. Вот, скорее всего, здесь место для кровати. Это, скорее всего, на нечто вроде камина, то есть здесь сжигался огонь. Все это сделано своими руками. Эти скалы из туфа – мягкой вулканической породы. Вот, видите, материал здесь, он очень-очень хрупкий. Его можно, в принципе, руками развалить. Вот я просто ничего не делаю, чуть-чуть буквально. И вот видите, он сыплется. Поэтому такие вот пещерки в этой скале выдолбить даже руками вполне реально. Но время на месте не стоит. Ветер продолжает дуть. И с каждым днем все больше и больше превращает когда-то великую крепость Учхисар в песок. Поэтому нужно поспешить, чтобы увидеть это чудо древней цивилизации. Антон, ну что за скукота? У меня есть место покрасивее – Долина Любви. Почему Долина Любви, непонятно. Знаете, это больше похоже на ракеты, которые готовы ворваться в космос. Или на грибы, которые вот готовы к тому, чтобы их срезали и сделали из них жаркое. Ну, на худой конец. На башни, которые построили миллион веков до нашей эры. При чем здесь любовь? Может, стоит на них поближе посмотреть? Может, я тогда пойму, почему это Долина Любви? Фантазеры. А гонять среди этих ракет я буду на космической машинке. Правда, земляне почему-то называют эту машинку квадроцикл. Голубцы. Вблизи, знаете, это очень-очень впечатляет. 100 миллионов лет назад здесь на славу поработали три вулкана. А именно, затопили всю территорию лавой и пеплом. Естественно, все это затвердело. Ну а дальше за работу принялся великий скульптор Ветер и его помощник Дождь. В итоге образовались они. Возможно, природа хотела что-то сказать людям. А возможно, это уже ваше воображение. Я могу сказать однозначно, что природа этим местом хотела послать всех в космос. Друзья, я знаю, что вы все очень бы хотели, чтобы я спрятал эту бутылку в Анталии. Но так было бы слишком просто. Поэтому я прячу ее здесь, в Каппадокии. Наша бутылка со 100 баксами что не человек, она тоже захотела отдохнуть в городке Гюреме. Чтобы ее найти, двигайтесь по дороге к музею под открытым небом. При выходе из населенного пункта сверните налево и идите к балке. Там, у подножья самой большой скалы, под камнем, наша бутылочка ждет встречи с вами. Ну, следопыты, вам слово. Мы с Орлом и Решкой были в разных музеях, но этот, пожалуй, самый странный. Итак, внимание, музей волос! Добрый день. У вас красивые волосы? Спасибо. Я Анастасия. Я Чес Галлеб. Чес Галлеб – коллекционер женских волос. Проходите. Ого! Что это? Я попала в пещеру, где с потолка со стен свисают человеческие волосы. Черные, белые, прямые, вьющиеся. Похоже на логово какого-то маньяка. А все эти пряди волос с записками – ничто иное, как напоминание о его жертвах. Ничего себе! Это ж сколько у вас женщин! Сейчас в моей коллекции 16 тысяч женщин. Ой, то есть музейных экспонатов. Расскажите, как вам пришла в голову идея вообще создать такой музей? Это было в далеком 79-м. Тогда моя любимая навсегда уехала из Каппадокии и оставила мне на память о себе прядь волос. Началось все с одной женщины. А как вы насобирали такое количество волос? Как потом все развивалось? У меня свой глиняный магазин. Туда приходило много женщин. Когда они узнавали об этой истории, оставляли мне на память пряди своих волос. Хочу, чтобы и ты пополнила мою коллекцию своими волосами. Да, прядочку. Ну я не знаю, мы так мало знакомы. При всем большом уважении, извините, но, наверное, я все свои волоски оставлю при себе. Я просто переживаю, что вдруг, если не вы, но кто-нибудь вдруг украдет мои волосы и нашаманит, чтобы я никогда не вышла замуж. А я этого не хочу. Я, наверное, с вашего позволения прогуляюсь, посмотрю. Спасибо. Ой, тут кто-то целую косу рубанул. У этой женщины явно секлись кончики. Что? В общем, ничего особенного. Просто еще один странный музей в истории Орла и Решки. Боже. Это был самый необычный уикенд в Анталии. Слушай, ты ничего не видел, я тоже, ладно? Атилан тютар. Кебаб не отложился на наших бедрах. Мы не выпили безлимитные коктейли с аниматорами. Огурчики любишь, я тебя понял. У нас не осталось загара со следами от плавок. Холодно, зараза. Зато мы встретили, наверное, самый красивый рассвет в истории перезагрузки. Приветики-фистолетики. Привет, Кападокия. Хотя почему долина любви, непонятно. Аккуратно, аккуратно, Лила, Лила, аккуратно. Нам нужно обязательно браслеты. Что происходит? Мне надо собраться, старик. Что, реально приехал, ребят. Извините. Как все-таки здесь красиво. Ивлечик. О, привет. Привет. Слушай, я до сих пор не могу поверить, что ты тоже здесь. Я здесь. А ты здесь. А ты тоже наблюдал отсюда вот эти шары подлетающие к небу? Нет. Нет, потому что я летал на этом шаре. Правда? Да. То есть ты был где-то там или там или там. Вот так вот круги здесь нарезал. Класс. Слушай, а что ты здесь делаешь? Ты же должна была быть в Анталии. Да, но я поняла, что все-таки долго я смогу там задержаться при условии, если у меня будет трое детей. А муж олигарх, конечно же, собака. Ну, короче, ладно, это все не важно. Ты не знаешь, какое у меня было приключение. Я так сюда добиралась интересно. Ну ладно, хорошо, потом я поняла. Короче, не важно, друзья, где вы, в Анталии или в Каппадокии. Главное, что вы в Турции. Поэтому покупайте билетики и приезжайте скорее отдыхать. А мы полетели перезагружать в следующий город. К сожалению, этим словам не суждено было сбыться. В следующем городе меня рядом с Настей уже не будет. Все подробности в новом выпуске. А вам хочу сказать спасибо и путешествуйте. Оно того стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова